Различные вспомогательные такие вещи для пения, да, называются были клей-земер, клей-шир, то есть клей это что, различные инструменты, да, или ишарим, что предназначает принадлежность певцов. В храме никогда не звучал одинокий голос Кенора. Как минимум девять инструментов. Кенор в одиночку не звучал. Как минимум девять инструментов. Это подтверждает Вавилонский Талмуд. Вот. Мелодии, которые исполнялись на Кеноре, обычно были радостными. Вот поэтому есть, помните, такой псалом, когда евреи повесили свои арфы, да, здесь употреблено слово, но в действительности это Кеноры. И еврейская традиция говорит также, что они отрезали большие пальцы на руках, поэтому пусть отсохнет моя правая рука, если забуду я тебя, Иерусалим. Ну, вы знаете, без больших пальцев брать инструмент руки и играть очень трудно, да, практически невозможно. И пророки говорили в проповедях и проповеднике о том, что если этот инструмент является символом счастья и радости, он должен молчать, пока люди не перестанут грешить. И поэтому Кенор стал больше светским, чем храмовым инструментом. Но это результат того, что гитара стала светским инструментом, просто закидоны фарисеев, да? Вначале Кенор, а потом мы говорили Китара, Кефлара, Гитара стал светским инструментом. Итак, странствующие певцы часто пользуются Кенором. В русском переводе опять слово Цитра, Цитра, Исайя 23.16. Играю на Кеноры, опять по-русски гусли, великого гусляра, вы понимаете, не было, но был Давид, который играл на гуслях. И Давид служил Саулу, и слово Гусли в действительности на Девит начало и сказал, на Кеноре. Если в современном иврите, играющий за Кенори, он кто был? Скрипач. В современном иврите Кенор, это еще скрипка. Кенор, да? Кенор, скрипка. Значит, по внешнему виду он больше походил на гитару или лиру, чем на настоящую арфу. Давид играл на Кеноре рукой, без всякого приспособления, без всякой косточки. Поэтому, по всей видимости, у него были хорошие мозоли на руках. Потому что он играл, видите, Кенор, в современном иврите, это что, скрипка, да? Кенор, от него произошла гитара, гитара, и он играл не медиатором, а играл рукой. Поэтому у него, скорее всего, хорошие были мозоли на пальцах, да? Давид играл Кеноре рукой, без всякого приспособления, без косточки. А Иосиф Лави говорит, что другие музыканты в его время играли на Кеноре с косточкой. И, возможно, название Кенор обозначает различные виды инструмента. И арфы, и лиры, и другие. Есть и классическая арфа, которая называется Невель. Значит, следующий инструмент – это Невель. Который мы считаем, как производная арфа, да? Невель. 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 Это один из инструментов, на которых играли левиты при ежедневных жертвоприношениях. Тамид. Он имеет 22 струны по числу буквы еврейского алфавита. Да. Еще слово Невель назывался Псантер, Псалтырь. Да? Псантер. В современном иврите, если Кенор – это скрипка, то Псантер – это пианино или рояль. В современном иврите Псантер – это рояль. Это тоже разновидность Невеля, да. Поэтому на Псалтыре, да, помните, есть 10-струнные, 22-струнные и так далее. То есть зависимости разные, да. Употребляется Третье Царство – 10-12 первого, Паралимон – 15-16, 16-5, 25-1, второе – Паралимон – 5-12, 29-25 и так далее. И на многих местах тоже переводится как «гусли». Например, Давид говорит «Воспрянь Псалтырь и гусли». Это, скорее всего, Невель и Кенор. Я встану, рано буду славить Тебя, Господи. Происходит это название, Псалтырь, от халдейского Псантрин, Даниила 3-5. А арабский инструмент назывался Синтир. И Невель также известен под названием Канун. Канун – это четырехугольный, продолговатый деревянный ящик, с натянутыми на нем металлическими струнами, на которых играли пальцами. Сантир такого же вида, только играет на нем косточкой. Ну, вот, может быть, вы видели, цимбалы есть струнные, да? Вот, возможно, это нечто похожее. Поэтому Псантр – современная пианино – тоже относится к такого рода инструменту. И, помните, вы говорили Небель-Ассор? То есть, десятиструнный Небель. Десятиструнный. То есть, он содержал десять струн. Римляне упоминают о нем как о восточном усилительном инструменте. И у Данила 3.5 также употреблено термин Псантрин. Псантрин. Ударные инструменты. Тоф. По-русски переводится тимпан. Это кольцо из дерева или металла, обтянутое только кожей. И по краям обвешаны металлическими побрякушками. Это что-то нечто похожее на цыганский бубен, да? Металлическое кольцо с натянутой кожей. И что? И побрякушками всякими на нем. Это бубен. Этот инструмент, который ударяли рукой, женщины любили больше других. Употребляется в Исходе 15.20, Суде 11.34, Первое Царство 8.6, Псалом 67.26, Пританцах и Пении. Также он употреблялся в различных веселых пирушках. Например, 2-ое Царь 6.5 и Царь 5.12. Есть другая разновидность, назывался тимпан. Да? Тимпан. Тимпан. И также у арабов название дуф. Или дербаке. Он имеет форму кушина с длинным горлышком, нижняя половина которой срезана и заменена натянутой кожей, по которой барабанят рукой. У нас есть такой инструмент? Правда? Да. Вот тоф – это, значит, как цыганский бубен, да? Вот. А тимпан – это вот то, что похоже, да, сделано из тыквы или из деревянного такого сосуда. И там уже имеется, значит, резонатор. Имеется резонатор. Следующее – металлический. Металлический. Цельцилим. Вот. Цельцилим. Ну, вот, похоже на тарелки, да? Инструмент, похоже на тарелки. Такие цельцилим буквально перевод – звонилки, да? Металлический означает звонить. И еще второе называется – метцильтиты. Метцильты. Метцильты. Чем они отличаются, трудно сказать. Возможно, они представляют собой выпуклые металлические пластины в виде тарелок, которые ударяли друг друга, и они издавали дребезжащий звук. А также сокимвалы. А также сокимвалы. Кимвалы громогласные. И, возможно, это похоже на такую металлическую пластину или металлический, ну, как вот, гонг, говорят, да? В которую бьют паха. Поэтому, значит, кимвалы, а не какие? Или цимбалы есть еще слово, да? Вот. Интересно, что еще звучными названы кастаньеты, которые укреплялись одна на бойцом, шом, а другая на указательном пальцах руки и ударяли друг от друга. То есть кастаньеты, да? Которые, вот я вам буду говорить о сходстве очень испанской Испании, тоже сильно подверглись влиянию и арабской восточной, и сильному влиянию еврейской культуры. И поэтому вот эти кастаньеты, это вовсе не изобретение испанцу, кастаньеты употреблялись еще и в библейские времена. Ну, такие, надеваются такие штуки. Вот. Не знаю, кастаньеты и кастеты, наверное, все-таки разные вещи. Хорошо, музыканты, принесите, принесите завтра, я посмотрим вместе, если кто знает, да? Кастаньеты, кастаньеты, если кто знает. А кастеты не надо? Кастеты не надо. Котлеты тоже. Котлеты тоже хорошо, но это другое. Хорошо. Древние памятники показывают танцовщиц с тамбуринами. В Египте есть изображение танцовщиц, которые вгляжут с маленькими кастаньетами. Кемвалы, вот такие, кемвал звучащие, это были очень большие, да, принадлежащие храму, по Иосифу Главе, были очень большого размера. Кроме того, были маленькие, маленькие такие вот ударные инструменты, назывались шалиш, на которых играли женщины, которые выходили навстречу Саулу, опять-таки с торжественными тимпанами. Но там изобретен шалиш. Что же представлял собой шалиш? Шалиш – это металлический, согнутый треугольником пруд, издававший при ударе высокий звук. Употребляется сейчас в музыкальные инструменты? Вот этот треугольник, да, он называется шалиш. Почему шалиш? Шалош. Треугольник. Треугольник. Второй царств 6-5, когда несли ковчег, играли на Менаниим. Менаниим, который также называют Систрами. Систрами. Я буду вам еще об этих Систрах говорить, когда об Эфиопии буду говорить. Это треугольный металлический пруд, увешанный кольцами, которые при встряхивании издавали звенящий звук, подобно маленьким колокольчикам. Тоже треугольник виталлический, но по нему не бьют, как подвешивают, да, а держат в руках и звонят. Следующее. Паамоним. Паамоним. Паамон на современном иврите – это что? Колокол. Паам означает удар. Да? Коль от бадлеба пенима. Пока еще сердце, что? Бьется. Да. Паам, да, колокол. Да, происходит от слова «паам», да? Это инструмент, либо маленькие колокольчики, либо погремушки. Законом данным Богом было точно сформулировано, что нужно одеваться первосвященнику. И там были поамоним колокольчики на одежде первосвященника. Язычники использовали звуки колокола для отгонения всяких нечистых духов. И это вошло в русскую, в православную, в западную культуру. Чем отличаются колокола русские от колоколов, допустим, католической церкви? Кто знает? В католической церкви колокол раскачивается сам весь, но специально вот такой вертушке, да? И поэтому на нем нельзя сыграть мелодию. А на русских колоколах можно точно сыграть мелодию, потому что подвешиваются обычно разные колокола. И здесь колокол сам висит, а ударяется язычок. Интересно, что есть еще японские колокола, которые имеют не круглую форму, если смотреть по основанию, а овальную форму. Поэтому удар, в зависимости от того, в какую сторону происходит, там может издавать два разных звука. То есть японские колокола издают один и тот же колокол, может издавать два разных звука. Для улучшения, чтобы звонило лучше, добавляется серебро, вы знаете. Лучше, конечно, было бы идеально сделать серебряный колокол, но медь с серебром. Сплав меди с серебром. Ну, не знаю, может быть, можно и деревянный сделать. Ну, так это уже когда были, может быть, недостаток. Но все-таки чугун, наверное, хуже звучит, правда? Хорошо. В Репетре вообще переплавили на пушке после Полтавской, после этой шведской войны, да. Хорошо. Теперь относительно различных мелодий. У евреев были разные мелодии. Интересно, что в заглаве псалмов там иногда сказано, значит, там, на мотив голубица в ущелье скалы. Да? Или, допустим, и так далее. Вот мы часто спорим, можем ли мы использовать, допустим, светские мелодии. Вот мы играем одну песню про славление. Я слушаю мелодию, я буду долго гадать велосипед, и там его остановлют, и так далее, да. У пятидесятников часто используются популярные там справа кудри токаря, слева кузнеца, смотришь. Это рябины широкие. И так далее. То есть, действительно, можем ли мы использовать это? Можем. Потому что, оказывается, об этом говорит Библия. То есть, там, говорится, на мотив такой-то. Там не было нот, но это были популярные музыки, которые знали все. А слова, соответственно, были псалма. Да, совершенно верно. И из первого параллельпомена 15.19 видно в заглаве нескольких псалмов, что евреи имели различные напевы. И, хотя следов нотных знаков не найдено, можно было думать о том, какие эти напевы были. Значит, напевы называются так. Ал-Аламот. Это первое параллельпомена 15.20. Ал-Аламот. Альма, это, может, по девичьи. То есть, тонким голосом. Ну, так как женщины не участвовали, да, то участвовали молодые левиты с тонкими голосами. Вы знаете, у Папы Римского пели кастраты. Но еврейская традиция запрещает кастрировать людей и животных. Кстати, тоже. И людей, и животных. Поэтому эти теноры, они всегда ценились очень высоко, да. То есть, Ал-Аламот. Это буквально по девичьи, толким голосом. Дальше. Аль-Хашминит. Аль-Хашминит. Шмоне. Это сколько? Восемь, да. Некоторые говорят, что это октавы переводятся. А некоторые говорят, что на восьмиструнном каком-то инструменте. Предполагаю, что Ал-Аламот – это женский голос сопрано. А Шиминит – низкая октава. Еще слово Ши-Га-Нон. Ши-Гай-Ён. Ши-Гай-Ён – это плачевная песня или песня в высоком тоне. Например, о Вакума 3.1. Ши-Ге-О-Нот. То есть, в высоком тоне. Другой. Аль-Мут-Ла-Бен. В русском переводе – на смерть Ла-Бена. Но в действительности Аль-Мут-Ла-Бен, может быть, это Ла-Бен использовал. Аль-Мут – какие песни? Плакальщица. Да? То есть, погребальные плакальщицы песни. Может быть, Аль-Мут-Ла-Бен. На смерть кого? Сына, да? Так. Потому что Бене умер, да? Знаете? Хорошо. Аль-Мут-Ла-Бен. То есть, есть определенные указания. Например, Псалом 21. Мелодия какая при появлении зари. Псалом 59. Шашан-Эдуд. Что означает «Лилия свидетельств». Да. Псалом 44.1. Шашан-Лилия. Значит, была какая-то песня «Лилия». Да? И она, эту песню, на эту мелодию был сделан что? Слова Псалма. И так далее. Или Псалом 55. О голубице безмолвствующей уединения. Это не название Псалма. Это название той популярной мелодии, на которую пелся Псалом. Так как все люди умерли, а нот не было, то мы не знаем, как звучала эта мелодия. Еще есть выражение «Не погуби». Да? Встречается в 56, 57, 58 и 74 Псалмах. Может быть, это показывает на особую важность мелодии, а может быть, опять-таки, «Не забывай», «Не погуби», «Не погуби», «Та-та-та-та». Да? Может быть, это связано с определенной мелодией. Есть определенный комментарий начальнику хора, да? Начальнику хора. Это не слова самого Псалма, да? А это, что говорится? Кому-то, да? И указывается, что нужно. Да. Начальнику хора это слово «меноцех». «Меноцех» — это же употребляется во второе полипоин 2, 2, а на зенатиях над каменотесами Соломона. То есть «меноцех» — он надзиратель или начальник хора. В «Авакума» 3, 9, 13 и так далее встречается в Псалмах более 70 раз слово «села». «Села». Что такое «села»? Значит, это громкая интермеца на музыкальных орудиях, пока пение смолкает. В Солеонус ибрите «села» означает пауза. То есть пение смолкает, да? И происходит какое-то музыкальное сопровождение без слов. То есть пауза. В Псалме 9, 17 перед «села» стоит «хигагион». Слово тоже означает какое-то тихое интермеца. Что такое тихое интермеца? Я не знаю. Вот. «Хигайон» на «киноре», например. По-русски переводится «песня на гуслях». Итак, «села» может означать пауза, может означать пауза в пении, и в это время идут исполнения музыкальных инструментов. Ну, и еще слово «села» означает «скала». Теперь исторический аспект. Вы знаете, что в истории еврейской было немало пробуждений, правда? Есть отдельная тема в истории пробуждения очень интересная. И еврейские пробуждения были во времена Библии и позже. Например, хасидское пробуждение явно было пробуждение, носило все черты пробуждения, хотя оно не связано с Ешо. Но пробуждение – это что? Это возвращение, да, к Богу. Это явный всплеск любви к Богу. То есть, это еврейские пробуждения. Значит, можете отметить, что во времена Танаха следующее пробуждение. Первое – это пробуждение Давида, скиния Давида. Первое – Паралипоминон, 15 главе. Помните, когда Давид перенес ковчег, он перенес ковчег куда? В Иерусалим, да? И в это время существовало две скинии, как бы были альтернативные скинии. Одна скиния без ковчега, та продолжала существовать. Помните, когда ковчег унесли, скиния же сохранялась, вшила. Скиния стояла. И она продолжала стоять. Но Давид сделал нечто, какую-то новую скинию, да? И в этой скинии, как мы разберем и увидим, там это было много-много хвалы. Там почему-то не сказано, что в этой скинии Давида было много жертвоприношений, как, например, Архангель Соломона, да? Но много хвалы. Неизвестно, приносились ли в этой скинии жертвы, параллельно с той, которая стояла вшила. Вот, либо вшила просто приносились жертвы, а скиния Давида стояла в ожидании, пока будет построен храм. Ковчег находился где? В Иерусалиме. Помните, Давид все приготовил для того, чтобы построить храм. Но храм, что, не построил. У него и план он нарисовал, и все сделал. И доски достал, да? И золото было, все необходимое. Но Бог сказал, ты не будешь строить. И пришлось ждать, пока умрет Давид, и станет Соломон, да? И Соломон строит храм. То есть вот такая интересная, с одной стороны, альтернативная скиния. И с другой стороны, мы видим, что там было много хвалы. Вот поэтому говорится о скинии Давида. Пробуждение во времена Асы. Аса, второе параллель, по имену, 15. Следующее пробуждение, Йоаса. Йоаса, четвертое царств, 11 стих. Аса одно, Йоаса другое. Еврейские там имена, они очень бывают похожи по звучанию. И пишутся по-разному. Следующее, Йозекия, да? Йозекия, или Хискиягу, по-еврейски. Четвертое царств, 18. И второе параллель, по имену, 29 глава. Следующее, Йоасия. Йоасия. Четвертое царств, 22. И второе параллель, по имену, 34-35. Вы знаете, что местами эти книги дублируют друг друга в точности слова в слово. Местами они дополняют друг друга. Книги царств к чему относятся? К какому разделу книг? Пророческим книгам. Я говорю по-еврейски, да? Первое, второе, Шбаля и первое, второе, царств. Что, соответственно, третий, четвертый царств в нашей книге, они относятся к пророческим книгам. А параллель, по имену, к чему? Писанием, да? Писанием. Писанием. Хорошо. Следующее пробуждение под руководством Зарававеля. Книги Ездры, 5 и 6 главы. Еще пробуждение под руководством Ниемии. Книга Ниемии, 9 и 12 глава. Это только относительно тех пробуждений, основных, которые были во времена Танаха, да? В дальнейшем тоже были у евреев ряд пробуждений. Давайте запишем общие черты пробуждения. Общие черты пробуждения. Общие черты пробуждения. Первое. Они начинались в дни моральной тьмы и депрессии народа. Причиной часто был сильный экономический спад и развал. Помните тот цикл, о котором вам говорили, когда рассказывали историю, да? Израиль грешил, Бог отворачивался от Израиля, да? Играй каялся, Бог отвечал ему. Потом Израиле было хорошо какое-то время, потом опять Израиль впадал в грех. Вот этот цикл. Они начинались в дни моральной тьмы и депрессии народа. Причиной был часто сильный экономический спад и развал. Помните, что еврейские старства часто были на грани уже исчезновения, да? Но затем, когда Бог отвечал, все восстанавливалось. Итак, депрессия, тьма, спад, развал. Разруха ты, разруха, тари-дари-дарам, да? Вот так-то. Второе. Каждое пробуждение зарождало в сердце пророка или отдельного мужа Божьего. Вот интересно, при пробуждении народ молился, да? Но мы не видим, что приходил ангел с неба и начинал там свою деятельность. Бог восстанавливал обычно одного или нескольких человек, да? Чаще всего какого-то одного человека, который был пророком или пробудителем, да? Второе. Каждое пробуждение зарождалось в сердце пророка или отдельного мужа Божьего. Да. Каждое такое пробуждение, третий момент, каждое такое пробуждение основывалось на учении и распространении Слова Божьего. Каждое пробуждение основывалось на учении и распространении Слова Божьего. И было результатом проповеди и провозглашения Слова Божьего. Бывали такие случаи, когда вообще никто не знал Тору, и вдруг нашли где-то там в пыльных местах, там где гениза, где уже ненужные свитки забрасывали, да? Помните? И нашли свиток Торы. И начало что? Пробуждение. Значит, третье пробуждение основывалось на учении и распространении Слова Божьего. И было результатом провозглашения Слова Божьего. Четвертое. Каждое такое пробуждение возвращало поклонению Богу и разрушало и дало поклонство. Вы пишите ключевые слова. Да? Возвращало поклонение Богу, разрушало и дало поклонство. Так. Пятое. Поклонение Богу разрушало и дало поклонство. Пишите ключевые слова. Все слова, которые используются для связки, 80% слов, которые я вам говорю, они вам не нужны, да? 20% нужны, и 5% вы можете записать. И вы будете иметь полное представление. Хорошо. Я еще раз говорю. Поклонение Богу разрушало и дало поклонство. Пятое. В каждом пробуждении присутствовал отказ от греховного поведения, которое процветало в обществе до покаяния. То есть, что? Пятое. Отказ от греховного поведения, в скобках, святость. Можем написать? Да. Все. От греховного поведения. То есть, святость. Шестое. Каждое побуждение напоминало о важности жертвоприношения и приносило восстановление величайшей радости. После того, как походило покаяние, у нас часто бывает иногда радость вместо покаяния или радость до покаяния, да? Но в действительности радость когда наступает? После покаяния. Поэтому хасидские раввины говорят, что каяться нужно как? Радостно, да? Хорошо. Итак, значит, важность жертвоприношения и радость. Шестое пишем. Ключевые слова. Седьмое. За пробуждением следовал период процветания народа и возвращения благоприятного экономического климата. Исцеление земли всегда ассоциировалось с пробуждением. Итак, процветание, седьмое, мы записываем, и исцеление земли. Согласны? Надо писать, что? Ключевые слова. Остальное вы можете отметить. Разберем немножко скинию Моисея, скинию Давида и храм Соломона. Есть перерывы? Значит, сейчас. Хорошо. Скиния Моисея, помните, мешкан, имела три части. Внешний двор. Сюда заходили все евреи, которые принадлежали жертвы животных. Внутренний двор был святым местом. И там были только что священники. Священники и левиты, которые осуществляли непосредственно служение. Дальше, сама скиния. Скиния составила, так, был двор внешний, двор внутренний, да? Внешний двор. Приходили евреи, они были зрителями, они смотрели, как совершалось это все. Они привозили жертву, приводили и передавали. Куда? Кому? Бе-е-е-е! Жарить шашлык из этого невеста. Кому надо передать? Да? Кунакам влюбленного жигита, то есть священникам. Священникам. И во внутреннем дворе уже действовали священники и ковены, да. Так, а в самой скинии было святое и что? Святое святых. Святое и святое святых. Это особое место, которое было за завесой, и куда мог заходить первосвященник, да, один раз в год. Иногда первосвященник заходил, если случались какие-то страшные события для Израиля, война, например, да, и нужно было о чем-то вопросить Бога. Так он сильно часто туда не бегал. Потому что всякое такое схождение, оно могло закончиться смертью первосвященника. Помните, что были различные жертвы. О жертвах мы сейчас говорить подробно не будем. Вот, и строгие обряды. Мы не знаем точно, какие возносились тогда молитвы, но мы все-таки видим, что Моисей тоже был автором псалмов, да. То есть какие-то молитвы, какие-то псалмы в то время проходили. И главный принцип был, что направили? На жертвоприношение, на очищение. И мы уже знаем, что Скиния и само ее устройство, и все, что происходило в Скинии, к чему нас подводило? К жертвы Ишуа, да. К жертвы Ишуа, Мессия. Но вот Скиния Давида, она удивительная была. В этой Скинии находился ковчег Завета, представляющий присутствие Божие. И мы не видим такого, чтобы в Скинии Давида было такое существенное разделение на святое и святое святых. Так, просто была палатка, где находился ковчег Завета, да. Давид возвратил ковчег из филистинского плена. Была величайшая радость. Ковчег вносили с трубами, певцами, музыкантами. Это первая параллельпоминон, пятнадцатая глава. И Божия присутствие и благословение вернулось к народу. То есть Скиния, Моисея была с Израилем сорок лет странствования в пустыне, да. Затем она служила храмом где-то тоже почти четыреста лет или двести лет. Мы точно не знаем. Помните, двести лет выпадает. Вам рассказывали, почему это происходит. Вот, ну, перед тем, как Давидова во времена Саула, что случилось с ковчегом? Ковчег был захвачен филистинлянами, да. Вот, вынесли ковчег с завета на сражение. И враг дрогнул, как говорится, сердца вражеских воинов дрогнули и побежали. Или наоборот получилось. А наоборот. Значит, они рассчитывали на святость ковчега. Но святость не в ковчеге, а в Боге Израиле, да. Сам ковчег без Бога, он не представляет какую-то определенную святость. Ну, то есть, это как религия, и мы можем, говорите, но поклоняемся ли мы ковчегу? Нет. Хотя определенная святость в ковчеге была, и помните, там идол падал, этот догон, да. И там у них геморрой был, у этих ребят, и всякие другие вещи. Но дело было, да, сама причина была не в ковчеге. В том-то была и проблема. И Давид, когда завоевал у филистинлян эту территорию, где находился ковчег, да, он попытался его вернуть. И вы помните, что первая попытка оказалась неудачной, да. Давайте мы посмотрим немножко об этом. Да. Значит, первая паралипоминон, давайте, 13 главу. Вот. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и всеми вождями, и сказал Давид всему собрание. «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, вошлем повсюду к прочим братьям нашего всей земли израильской, вместе с ними, священникам, левитам, в города и селения, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в одни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Это, конечно, хорошо. И всему народу было справедливо, я думаю, что это было действительно Божья воля. Но помните, есть такая техника безопасности, да. Изучили ли они технику безопасности? Они очень любили Бога. Они очень стремились, да. Я еще раз говорю, я не против харизматов. Но некоторые харизматы очень похожи на Давида и его товарищей. Правда? Они любили Бога, они великолепно Ему поклонялись, они хорошо Ему пели. Но у них была проблема. Вместо того, чтобы изучать Слово Божие, они предпочитали больше славить Бога, да. А Слово они не изучили. И собрал Давид всех израильтян, да, от шахора египетского до входа в Евав, и пошел Давид и весь Израиль кирьят фарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога. И повезли ковчег Бога на новой колеснице из дома Аминадава. И Оза, и Ахея вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из-за всей силы. С пением на всех этих вот инструментах, о которых мы говорим, цитрах, псантерах, тимпанах, кимвалах и трубах. Хорошо славили Бога, чудесно славили Бога, великолепно. И тут случается несчастье. Видите, должны ли волы были вести? А вы знаете, что ковчег был тяжелый? Вот золото, это очень тяжелый материал. Золото, по-моему, если я не ошибаюсь, удельный вес земли где-то 4, железо около 5, золото где-то выше 6, удельный вес, да. И 7, 756, мы знаем, да, это ртутная столба, да, удельный вес, значит, 7,5, это ртуть. То есть самый тяжелый металл это ртуть. Но золото среди них больше тяжелее. Там был большой ящик, не маленький, так. И ящик был окован золотом снаружи и снутри. Причем не позолочен, как некоторые отвечали в тестах. А что? Золото листовое было, да. И крышка ковчега была из цельного куска золота. То есть это вот примерно вот так. Теперь представим, метр на метр золото, да, и толщина примерно, давайте, 10 сантиметров возьмем, да. Это десятая часть кубометра. Сколько будет весить? 600 килограммов. Да, один, вот такой, который используется на крышку ковчега, допустим. Не считая того листового золота, которое было сбоку. Плюс еще были деревянные части, плюс еще там каменюки две из сафиры лежали, да. То есть прилично, прилично. Я вам говорю, где-то около тонны. Должны были нести этот, значит, Мерседес. Должны были этот Мерседес нести 16 человек, да. Вот, вот, четыре, окончание палки, да, здесь четыре, здесь четыре, здесь четыре, здесь четыре. То есть 16 человек. На каждого приходилось около 70 килограмм веса. Прилично. Но, видимо, они долго не несли, видимо, они часто менялись, да. И люди были покрепче, да. Семь метров. Вот. Нет, и те, которые семь метров. Те люди вымерли уже к тому времени. То есть это была довольно тяжелая работа. Поэтому они решили облегчить, да. И цоп-цоп, и поехали. Воз накренился. Вы представляете себе, Тор, вы понимаете, вот так зашел. Ой, это что-то такое. Люди жили. Люди жили, люди веселились, люди радовались, люди страдали. Они их убивали. И знаете, как всегда евреи убивают, они все равно радуются в страданиях, они с песнями идут. Концлагерь. Так почему-то мы, когда избираем Тору, мы должны сделать такие вот серьезные постные лица. Представьте себе, как это было реально, да. И когда это все наклонился, Оза взялся за ковчег. Господь раздевался за Озу, поразил его за то, что он простер руку к ковчегу. И он умер тут же перед лицом Божьим. И все тут же смолкло. И весь Израиль вместо величайшей радости погрузился в величайшую депрессию. И опечалился Давид. И Давид впал депрессняк. Да, что Господь поразил Озу. И назвал это место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. «И устрашился Давид в тот день и сказал, как я внесу себе ковчег Божий. Не повел Давид ковчег себе в город Давидов, а обратил его к городу, к дому». Здесь написано «Аведдар и Фияин». В другом главе «Авед и дом». Это один и тот же человек. Это, видимо, две главы переводили... Сейчас я до логического конца. Две главы переводили разные люди, да. Да, если знаю Аведд и дом, красный работник, красный богатырь, в общем, красный рабочий, знаете. И вот сидит этот красный рабочий в своем доме. И вот говорят, вот мы тебе приносим реактор из Чернобыля. Не знаем, когда он рванет. Один человек уже погиб. Вот там его труп выносят. Мы к тебе в домик занесем, а ты там радуйся. И пробыл он у него три месяца, да. Помните себе представить? Дома в те времена не строились амногоквартирными. Скорее всего, это была одна большая комната, куда их занесли. А спать ему, видимо, приходилось в сарае. Представляете? Вам что-нибудь внесут в квартиру, или приедут к вам в квартиру гости, говорят, мы тут три месяца у вас будем жить, да. И был в доме его три месяца. И благословил Господь дом. Его и все, что у него. Хорошо, делаем перерыв.